здравствуйте друзья меня зовут александр шадов кандидат философских наук и сегодня да господи и сегодня мы будем обсуждать соответственно тему спекулятивного реализма да 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 мне наконец-то заказали лекцию по спекулятивному реализму это сразу же тяжело потому что как известно современной философии я не особо интересуюсь тем более современной континентальной философии я не особо интересуюсь мне в каком-то смысле это все довольно от меня далеко находится но раз заказали так заказали придется отрабатывать в данной лекции я буду опираться на текст грэма хармона спекулятивный реализм точка введения рекомендую вам ее для прочтения если хотите подробнее ознакомиться с данной темой значительная часть материала взята из вступительной статьи данной книги написано александром писаревым и артемом морозовым институт философии ран а также некоторые небольшие сноски взятые из статьи как раз являющиеся кратким конспектом книги грэма хармона спекулятивный реализм введения от ка фрумкина соответственно заранее заявляю что здесь нету никакой авторской трактовки ничего я сюда не привнес меня это в принципе вообще не особо интересует как бы моя задача прочитать лекцию моя задача прочитать лекцию все остальное я другие все другие все прочие обязательства я себя полностью снимаю вы и так знали что она именно так и будет до соответственно сейчас будем общую образовательную лекцию по спекулятивному реализму читать все базируясь на тексте одного из спекулятивных реалистов грэма хармона ну начнем с того что 29 апреля 2007 года в лондонском goldsmith прошел воркшоп объединивший четырех философов иэна гранта рэй бронсье грэма хармона и квентина миссу специально для опять же да запомнили имена грант бронсье хармон миссу вот 4 4 пацана мы будем обсуждать в основном это будет самой главной базой всего того что сегодня здесь будет преподаваться преподноситься разрабатываться в общем в основном это они все остальное их последователи ученики и так далее это не тема для данной лекции что лекция вступительная полутора часовая ограниченное понятное время по времени и моей специальностью тоже ограничены потому что да понимаете специально для этого события брасея придумал название которое можно было бы должно было задать тематическую рамку для выступлений участников то есть спекулятивный реализм после обстоятельных докладов и интенсивной дискуссии миссу завершил про завершив программу воркшопа сказал соответственно название нашей встречи спекулятивный реализм было выбрано идеально и само по себе является своего рода событием спекулятивный реализм это прежде всего рамка объединяющая первоначальную четверку философов участвовавших в голосминском воркшопе в качестве группы они просуществовали около двух лет еще раз встретившись неполным составом на конференции в университете западной англии в брестоле в 1900 в 2009 году простите в 1900 уже автоматом говорю так в 2009 году на голосминском воркшопе брасея явно указал на общее стремление всех четырех его участников нас объединяет нечто фундаментальное желание заново поставить или открыть целый набор философских проблем которые как считалось по крайней мере в континентальной традиции окончательно закрыл кант эта задача предполагает критику и преодоление значительной части континентальной философии на следующий канту поэтому спекулятивный реализм начинается с негативной программы с критики современной преимущественно континентальной философии он исходит из установки что необходимо активно менять ландшафт континентальной философии не дожидаясь его естественного изменения на начало 21 века этот ландшафт значительной степени задавался рядом связанных между собой продолжающихся трансценденталистских и квази трансценденталистских проектов феноменологии разнообразными философиями языка по структурализмом объединенными антиреализмом в обобщенном виде гипотеза спекулятивного реализма предполагает что в основании этих проектов лежит единая схема определяющая общий набор стратегий философствования и его ограничений эта схема запрещает прямое постижение внешней реальности как она практикуется в обыденном естественно научном мышлении согласно ей всякая попытка помыслить познать выразить нечто внешне независящее от сознания наталкивается на перформативное противоречие любое в себе самим актом его мышления преобразуется в для нас то есть мы не можем помыслить или воспринять x вне факта мышления или восприятие этого x а в пределе x не может существовать не будучи помысленным или воспринятым это аргумент перла обсуждаемый брасе миссу выстраивает схожий и более сложный признаваемый всеми спекулятивными реалистами концепт корреляционизм в его основе лежит идея согласно которой мы можем иметь доступ только корреляции между мышлением и бытием но никогда не к чему-то одному и из них в отдельности мышление оказывается запертым в корреляционном круге и должно считаться с этим ну давайте я попробую высказать здесь немножко своего просто до чтобы как-то разбавить но во первых во первых во первых во первых во первых первых мне нравится дух противодействия канту я как вам известно не фанат канта на самом деле считаю персону канта довольно переоцененный в истории философии ну как и платона как и аристотеля платон аристотель кант это очень переоцененные мыслители в истории философии во первых максимально оценены и поэтому переоценены а во вторых и ну какой-то фанатизм соответственно в адрес канта у нас оказывается что на самом деле мне кажется чрезмерно неправильно сама постановка проблемы о корреляционизме мне тоже очень приятно на самом деле то есть действительно довольно интересно что многие люди избрали такую агностическую догму согласно которой познание вещей в себе ноуменов и каких-то других подобных объектов если мы их можем в разных теориях в разных представлениях каким-то образом выявлять оно невозможно она соответственно почему невозможно а кто а кто нам расскажет что она невозможно как это как нам узнать что она именно невозможно то есть тоже сам факт что вы перестали пытаться это делать означает что это невозможно кант это доказал может быть кант не то чтобы очень подробный так скажем доказатель и не то чтобы у канта есть какие-то реальные ответы на данный вопрос соответственно у канта очень умозрительная в целом схема философская именно что схема философская большая философская схема даже системой назвать это не в некотором смысле сложно это схема прежде всего и эта схема соответственно философская умозри абсолютно умозрительная при этом да она основана по большей части ну как ни на чем на чем-то она конечно основана но основана на умозрениях прежде всего самого канта которые были восприняты как нечто нечто абсолютное как нечто абсолютное как нечто необходимое как нечто что практически невозможно критиковать и поэтому как бы мы все должны учитывать как кант про себя и пишет что все последующие философы должны учитывать мои критики да потому что ну вот и я внес великие достижения в эту самую философию бунт против канта бунт против канта это велико на мой взгляд на мой взгляд и бунт против корреляционизма это тоже велико соответственно это очень интересный такой критический пафос хороший критический пафос и в нем все спекулятивные реалисты едины это при этом мой взгляд прекрасно вот этот критический пафос которых объединяет он прекрасен хуже уже мне кажется то что они конкретно каждый из них разрабатывал на несколько позиций хуже по ряду причин не буду не знаю буду ли их разъяснять дальше или не буду но в общем то посмотрим конкретные учения отдельных вот этих вот авторов к ним конечно имеются очень большие претензии то есть они все в крайней степени сомнительные они догматичные безусловно они соответственно да я сейчас наверное выскажу свою позицию по этому поводу а потом уже продолжим да выскажу вот это сегмент высказывание моего мнения если вы хотели узнать больше спекулятивных реалистов вот сейчас можете ушки закрыть на минутку соответственно это уже догматические позиции каждая из них довольно сомнительно они они разные во многом да они во многом разные они не сходятся то есть все эти спекулятивные реалисты у них нету как такового одного стройного понятного учения спекулятивного реализма проще говоря есть объектно ориентированная антология грэма хармона есть собственно материализм миссу своеобразный спекулятивный материализм есть другие направления которые мы сегодня обсудим и каждая из них как мне видится имеет очень большое количество уязвимых точек для критики произвести эту критику тоже сейчас не могу не формат лекции соответственно ну и что мы имеем очень хорошую внутреннюю критику которая всех объединяет то есть они вместе все собрались и актуализировали определенный такой мощный критический потенциал до реализовали вчетвером который в принципе переворачивает философскую игру так скажем по крайней мере в русс в русле континентальной философии происходит некоторого рода переворот это любопытно по крае это по крайне мере любопытно хорошо качественно это большое интеллектуальное достижение их собственные системы несмотря на уязвимость на мой взгляд страдают одной большой главной проблемы они в каком смысле очень тривиальные на мой взгляд опять же причем все четыре системы довольно тривиальны то есть в том плане что вот когда они высказывают свою критику они сильны они продуктивны они мощны но когда они предлагают свои решения ну что во многом там получается сэнтизм во многом и у миссу есть элементы сэнтизма довольно крупные на самом деле и у бросье есть элементы сэнтизма тоже довольно гигантские да очень много чего дается на откуп естественным наукам то есть это не какая-то философия которая подобно гигельянству на говорить нам не важно что там вот не не важно какие факты не важно какие факты ну да тем хуже для фактов в общем-то ваша теория противоречит фактам тем хуже для фактов соответственно нет это это не настолько смело по отношению сами системы не настолько смелые они во многом пытаются коррелировать науки они пытаются науку в том числе оправдать о чем в чем скоро убедимся соответственно и в этом да как бы меньше продуктивности в этом меньше интересности какой-то новизна определенно тоже есть в каждой из этих систем есть определенная степень новизны но она не такая большая как у мыслителей 19 века 18 века тем более древней греции да то здесь несравнимо но продолжим круг окончательно оформился в результате концептуализации конечности человеческого познания в том числе философского мышления в критической философии канта конечность это специфическая конфигурация который не следует путать ни с простой ограниченностью не со смертностью она в первую очередь означало активный характер познания до сих пор считали что всякое всякие наши знания должны сообразоваться с предметами следовало бы попытаться выяснить не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно если будем исходить из предположения что предметы должны сообразоваться с нашим познанием познание иными словами представляет собой вовсе не пассивное запечатление или отражение вещей в сознании активное конструирование их репрезентаций реальность в себе оказывается недоступна сознанию остается иметь дело созданными им репрезентациями помимо собственно корреляционного круга ограничивающего доступ к реальности состав корреляционизма также входит второй компонент который миссу называет корреляционной фактичностью утверждение о том что сама по себе корреляция не является чем-то необходимым а носит контингентный характер то есть представляет собой некий случайный факт мира фактичность позволяет миссу определить силу корреляционизма задействованного в той или иной философии вывести спектр как так как называет его харман возможных философских позиций его края образует наивный реализм и абсолютный идеализм в середину в середину корреляционизм в собственном смысле слова слабый и сильный слабая версия сохраняется существование независимой реальности например вещь в себе для не для нашего познания недоступна однако она по крайней мере мысливая и мы вполне способны описать универсальные условия субъективности или инстанция а последующий наш доступ к миру скобочках кант согласно сильной его разновидности в свою очередь вещь себе как непознаваемо так и немыслимо о ней попросту бессмысленно говорить мы заперты в корреляции человек мир и можем лишь только описывать универсальные условия субъективности не будучи при этом способными объяснить почему условия таковы какова не есть скобочка гусс и ранний вид генштейн хабермас а в предельной версии сильный корреляционизм утверждает что мы не способны даже на такое описание поскольку условия работы а последующие инстанции исторической контингенты и контингентны и верны лишь в отношении определенных культур атаковав корреляционистический уклад континентальной философии призвав обратиться к реальности самой по себе спекулятивный реализм попал сразу в целый ряд таких умолчаний к примеру воздерживаться отсуждение о том что есть на самом деле то есть в реальности самой по себе как наивных не пытаться играть на одном поле с науками делать предметом не сами вещи а способы их познания выражения или представления сохранять критичность и рефлексивность удерживая внимание вопросы об условиях возможности и позиции из которой делается высказывание таким образом критический эффект спекулятивного реализма удваивается и он претендует также на преодоление условий на которых ведутся философские дискуссии и которые входят в педагогический канон подготовки новых кадров едва если в своей негативной программе первоначальная четверка более или менее едино то говорить о позитивной программе спекулятивного реализма как целого проблематично более того нет текста который можно было бы предъявить в качестве манифеста спекулятивного реализма опознав лежащую в основании континентальной философии концептуальную схему как корреляционизм по мейсу философию доступа хармон по хармонам и аргумент пёрла в скобочках броссия до его приводит и продемонстрировав ее ограничения спекулятивный реализм по сути распадается на четыре самостоятельных проекта и не выдает никакого содержательного наброска единой альтернативной философии про которую можно было бы уверенно сказать это и есть спекулятивный реализм как новая философия этим он отличается от многочисленных и в некоторых случаях многократных повторов на фоне которых появился он не поворачивается к чему-то конкретному или чему-то одному новой материальности антологии аффекту процессуальности кроме разве что неопределенного призыва к спекулятивному мышлению и познанию самой реальности при переходе к позитивной программе единство спекулятивного реализма становится весьма условным ну это да это понятно это очевидно и мы разберем на конкретных учениях собственно этой самой четверки в чем заключается непосредственно их различие это важно вот все четверо действительно понимают реализм по-разному хотя и признают существование мира независимого человеческого сознания так ми и су утверждает реальность как поддающиеся прямому постижению с помощью математических инструментов в россии между мышлением и бытием нет из аморфности вроде той что предполагает миссу и большинством научных реалистов мышлению не гарантирован доступ к бытию бытие не является чем-то по сути своим мыслимым у познания нет иного доступа к реальности кроме понятия однако само реальное не следует путать с понятием с помощью которого мы познаем его фундаментальная проблема философии в том и заключается чтобы примирить эти два тезиса в конечном итоге в россии отдает доступ к реальности на откуп естественным наукам харман хотя и соглашается с бросье по поводу невозможности прямого постижения реальности в себе отказывает наукам в познавательном приоритете и описывает пористую реальность изымающих себя из отношений друг с другом разнородных объектов ну кстати вот харман харман видите здесь он похитрее оказывается если б россия и многие другие товарищи они очень сильно акцентируют свое внимание на науках и как бы дают на откуп но все все решает наука как бы мы здесь видимо решить не можем пусть решает наука поскольку мы безоружны пусть пусть все решает наука да харман здесь посмелее оказывается грант в противовес физики эмпирическая разворяющая спекулятивную физику картину становления бестелесной виртуальной природы природы природа аттракторов и фазовых пространств он развиваете идеалистическую позицию однако как же почти к ну не почти как шеллинг не то чтобы шеллингов в точности повторяет но у шеллинга есть похожие ходы тоже в натур философии он развиваете идеалистическую позицию однако а так перестолковывает смысл понятия идеализм что тот сближается с реализмом если харман и брассия хотя и по-разному удерживают критическое разделение между реальностью и образом или понятием то мейсу и грант его схлопывают опять же по-разному критерий спекуляции также несколько расплывчат помимо того что нет содержательного определения спекуляции сложно выделить какой-либо случай спекуляции как образцовый между спекулятивными реалистами возникают серьезные разногласия по поводу того как строить философию например в понимании мейсу спекуляция это мышление не догматического абсолютного то есть абсолютно без абсолютного сущего предмета метафизического мышления учитывающие однако некоторые неотъемлемые достижения критики со времен кантами и су долго идет такому спекулятивному мышлению пытаясь преодолеть корреляционизм изнутри посредством абсолютизации его второй составляющей фактичности при этом он постулирует прямую постижимость структур самой реальности при помощи математики что предполагает реанимацию интеллектуальной интуиции которую кант запретил как недоступную конечному человеческому познанию спорный ход не предприниманиями никем и спекулятивных реалистов по сути да а в то же время харман хотя и признает удачность корреляционизма как критического инструмента не преодолевает его изнутри а попросту оставляет в стороне и строить свою антологию объектов харман мне здесь больше нравится как именно такой вот уже независимый философ еще еще раз да вот он как бы и от науки отходит и строит отдельную антологию независимых объектов это это интересно это интересно проект миссу все-таки кажется более встроенным в науку из-за математики прежде всего да из-за математичности его тотальне математикой конечно не равно наука но опять же опять же современном мире какая-то связка математики и науки большая серьезная она все же имеется и да что самое главное миссу он пытается сделать это изнутри преодолеть что мы еще позднее тоже увидим на самом деле он пытается прям вот пересилить преодолеть для него корреляционизм это что-то очень важное серьезно это очень серьезный проект с которым обязательно нужно прям дико считаться да он обозначает корреляционизм обозначает корреляционизм как своего противника основного да и это очень достойный противник это очень серьезный противник игнорировать этого противника абсолютно ни в каком виде нельзя и поэтому миссу он прям погружается в анализ корреляционизма в разных его интерпретациях и пытается его преодолеть указать на какие-то несоответствия говорит что аргументы корреляционизма многие довольно сильные на что мы опять же обсудим позже так вот так вот он то есть харман делает это в догматическом ключе абсолютизируя и наделяя корреляционным кругом все то что карман да все же харман получается да абсолютизирует и наделяя корреляционным кругом все это все что существует при этом парадоксальным образом сама позиция объектно-ориентированного антолога по сути остается без такового круга что это за все вопрос о критерии выделения объектов антологии хармона повисает в воздухе декларируемый им принцип приписывания равного бытия всему от зубных фей до электронов заставляет предположить что в антологию объектов без разбора вливаются объекты из всех доступных антологий вот так статья написана собственно теперь переходим к тексту самого хармона и мы будем сейчас рассматривать мнение хармона относительно его коллег и его собственной философии причем я постарался выделить такие фрагменты которые занимаются не столько критикой оппонентов сколько пересказывают их позиции для меня важен хороший пересказ от хармона и он ну мне мне показался довольно неплохим пересказом опять же я как не специалист спекулятивном реализме вот мне показалось что это довольно неплохие пересказы так скажем да то есть если если убрать всю критику который я постарался максимально убрать просто потому что ну вот это лекционный материал ему тут не место соответственно но вот мы столкнёмся собственно сейчас с текстом хармон будем зачитывать и что-то обсуждать возможности рейб россия настаивает на резком различии бытия и мышления фактически на кантовской концепции вещи в себе резко критикуют любые плоские антологии то есть теории считающие что все феномены находятся на одном антологическом уровне объект критики ну например у него блуна бруна латур наиболее адекватным доступным доступом бытию являются естественные науки которые правда не копируют бытие но опять же да на у науки стронг сайентист сайентист получается очевидно поскольку бытие отличается от явленного критики также подвергаются все философии базирующиеся на явленном на доступном человеку опыте например феноменологии ценность науки особенно квантовой физики именно в том что она дает доступ бытию несоответствующему наивному человеческому опыту поскольку бытие не соответствует человеческому опыту это в некотором смысле ничто она по сути отрицает все человек все человеческие смыслы включая смысл жизни название главной книги брасе необузданное ничто ну и хармон да часто еще говорит о нигилизме брасе что опять же мы сегодня обсудим поехали цветатах теперь цитата хармон это было нет статах армон это было обобщение брасе придает большое значение естественным наукам в целом но особенно его привлекает когнитивная наука которую он считает ключом к устроению современного дуализма устранению современного дуализма мыслей мира согласно его голдсмитовскому докладу возможно самое значимое философское достижение 20 века появление когнитивной науки то есть идея что процесс познания можно заново встроить в область объективных феноменов изучаемых эмпирическими науками ключевым моментом в отказе от корреляционизма для брасе является восстановление главенства связки эпистемология метафизика что может по его мнению помочь сохранить авторитет науки как самые надежные формы познавательного доступа к реальности важным в этом процессе становится концептуальное возвращение традиционных дуализмов разум-чувственность и понятие объект от которых так стремился избавиться корреляционизм роль этих дуализмов при их восстановлении в правах заключается в том что с ними мы можем признавая частичную обусловленность нашего познания побочными факторами связанными с нашей человечностью в каком-то смысле вычитать эти факторы из полученного знания используя подход объясняющий возможность получения разумными существами когнитивного доступа к реальности мы можем по-настоящему строить систему утверждения о самом мире они просто о мире для нас важно что мы изучаем мир не тот который для нас то есть дан нам на одно но то есть мы как бы есть мир который мы вокруг наблюдаем и он как бы он для нас дан потому что да он нам является в том он является для нас понимаете да мир для нас соответственно очень интуитивно понятная штука соответственно для как раз бросье вот этот мир для нас ну это для нас это как бы опять же включает себя корреляционизм включает себя корреляционизм и получается что мы можем лишь по стоку поскольку воспринимать мир чтобы в принципе можем воспринимать и но не воспринимать прямо то есть по-настоящему строить систему утверждения о самом мире да он всегда остается миром для нас то есть как как бы мы не подошли как бы мы не извернулись любое познание сталкивается с тем что мир познание мира но оказывается субъективно субъективным получается да субъективным а для россии одной из главных задач для философии является поиск ответа на вопрос о том как мы можем признать что научное познание выслеживает в себе не прибегая к допущению что при этом она концептуально определяет сущность этого в себе однако для россии речь идет именно о естественных науках в то время как для миссу ключевая роль отдаются математике как таковой особенно важна когнитивная наука так как уже было сказано ранее именно она способна описать процессы взаимодействия человека с миром как одно из явлений самого мира а не как какую-то привилегированную процедуру метафизическое исследование структуры бытия возможно лишь в паре с эпистемологическим исследованием природы познания так звучит основополагающий принцип для построения некоррелиционистской философии способные на осмысленное отношение к утверждениям науки в противовес грантовской относительно плоской антологии в которой все одинаково реально брасе склонен превозносить всю независимую от сознания реальность при этом рассматривая все реальное внутри сознания как всего лишь временно и по большему счету ничтожное на мой взгляд этот аспект его философии особенно сомнителен пишет харман вот харман вот здесь пишет что это сомнительно да зря я это надо было удалить но ладно не обузданное ничто его текст состоит из семи глав в каждом из которых брасе отвечает одному или нескольким значимым философом он мимоходом замечает что философия должна стремиться к тому чтобы обеспечить науке подходящий спекулятивный каркас помимо прочего брасе считает заслугой бадью то что он дал противоядие от хайдегеровских излишеств в континентальной философии он заключается в демистификации антологии путем ее уравнения с математикой как смело резюмирует брасе поскольку отныне антология это область математической науки и поскольку противовес хайдегеру бытие не является ничем-то осмысленным не предвестием истины то глубокомысленные размышления о бытии больше не входят задачи философии объявил какое какое серьезное объявление зато бадью и брасе согласны в том что нет никакого скрытого таинственного измерения бытия которое надо схватить каким-то непрямым способом как если бы бытие могло быть представлено только как абсолютное другое невразимое неопределяемое недоступное для структур рационального мышления и потому достижимое лишь посредством каких-то высших или связанных с посвящением форм неконцептуального опыта существует на умен более глубокий чем сурой на и сырой на личный образ но он не скрыт а потому его в принципе можно исследовать точными концептуальными инструментами математики и естественных наук сэнтист 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 но сильно пугает что его позиция похожа на такой философский объективизм в области философии науки а это наверное самая распространенная обыденная скучная позиция по поводу науки который вообще можно вообразить и большинство людей придерживаются именно ее и большинство ученых которых я знаю естество испытателей тоже именно ее придерживаются а вот и тут же брасе тоже за нее наконец мы добрались до седьмой главы необузданного ничто в которой брасе в полной мере раскрывает свою темную картину мира мы уже мертвы пишет он это центральный тезис философии брасе брасе делает более радикальный парадоксальный вывод если корреляция мышление мира в итоге будет уничтожена значит она уже уничтожена чтобы вы не надеялись оставить на земле после своего краткого существования в конце концов она обратиться в ничто в процессе распада вселенной как целого этот загадочный результат наиболее ясно сформулирован на предыдущей странице где брасе пишет что для философии космическое вымирание это такой же неоспоримый факт как биологическая смерть хотя философы от чего то считают что последнее более значимо чем первое как если бы близость была критерием философской значимости однако проблема того что брасе представляет окончательную смерть вселенной как фактор актуального философствования не столько в ее не близости сколько в ее несущественности брасе настаивает на том что философия должна основывать себя на возможном событии космического вымирания в миллиардах лет от нас в будущем это событие было предложено спустя всего четыре века после научной революции космологическими теориями которым в свою очередь не больше ста лет возможно в определенном в отдаленном будущем вселенная действительно вымрет и интересно поразмышлять о последствиях этого события для человеческой жизни но прямо сейчас мы стоим перед лицом гораздо более актуальных угроз нашему выживанию к ним относится не только наша нынешняя биологическая смерть являющаяся в отличии от космического вымирания наблюдаемым повседневным фактом это и возможно уничтожение людей пошедшим в разнос климатом супер чумой столкновением с астероидом или вышедшим из под контроля искусственным интеллектом даже если ни одно из этих апокалиптических событий не произойдет есть более вероятные прямые угрозы где-то в своих письмах Lovecraft приводит лучший довод в пользу принятия смертности который я когда-либо слышал по мере того как мы становимся старше реальность продолжает меняться становясь все более некомфортной для нашего поколения пока в конце концов не складывается мир в котором у нас больше нет желания жить ну не знаю это похоже уже знаете когда люди ноют а зумеры эти зумеры вообще непонятно что они делают какой-то такой дедовской нытье не знаю я может быть не настолько стар я такого не испытываю зумеры прекрасно я люблю зумеров я люблю зумеров вот уважаю зумеров зумеры красавчики теперь обратимся к статье понятие объекты 2011 года ее главное достоинство четкие тезисы об основном вопросе философии мышлению не гарантирован доступ бытию бытие не является чем-то по сути своим мыслимым у познания нет одного доступа к реальности кроме понятия однако само реальное не следует путать с понятиями с помощью которых мы познаем его для тех из нас кто считает научную репрезентацию самой надежной формой познавательного доступа к реальности проблема состоит в том чтобы придать научной репрезентации мира максимальный но прошу заметить не непогрешимый авторитет признавая при этом что наука меняет свою позицию по поводу того как она утверждает что по поводу того что как она утверждает существует ну сиентизм классический сиентизм классический короче Йен Хэмилтон Грант следующий мыслитель первоначально известен как переводчик французских философов Жанна Бодрияра и Леотара репутацию самостоятельного философа Грант заслужил после публикации книги философия природы после Шеллинга в 2006 году в ней он обильно критикует философов все повторявших попытки низвергнуть платонизм вместо того чтобы низвергнуть Канта Гранта также не устраивает нынешнее засилие этики и философии жизни в континентальной философии поскольку по его мнению они лишь укрепляют чрезмерно перевелегированный статус человека поэтому он призывает к обновленному исследованию сферы неорганического основу философии Гранта положен примат природы которая более фундаментальна чем мышление но Грант не просто физикалист он смотрит на природу идеалистически но при этом отказывается от интериорности то есть он настаивает что человеческая мысль не персональна не моя может быть персонален мой доступ к ней но сама мысль просто один из продуктов природы производимый ею наряду с другими видами вещей природа в этом ракурсе есть скорее не материальная производящая сила идея платона следует интерпретировать как производящие причины вещей ошибка Аристотеля и Канта заключалась в том что они резко разделили физику как учение о разрозненных вещах и метафизику как учение об их единой причине Грант настаивает на возрождении философии природы натурфилософии эталонным представителем который был Шеллинг которому Грант посвятил книгу конденсация порождающей силы природы в отдельные вещи происходят за счет контрдействия некой замедляющей силы а теперь о всем этом подробнее Кант заявил о непреодолимом зазоре между явлениями и вещью в себе или между феноменами и ноуменами поскольку человек не в состоянии непосредственно воспринять что-либо вне чистых созерцаний пространства и времени и двенадцати категорий рассудка философия должна довольствоваться обсуждениями вещей как они являются конечному человеческому познанию Грант принадлежит к числу тех кто считает Шеллинга самым важным и самым футуристическим из всех посткантовских философов более того он более того он оспаривает общепринятое среди исследователей представление о том что в интеллектуальной карьере плодовитого Шеллинга было несколько фаз количества и содержание которых у разных историков разное теперь обратимся к тезисам Гранта на Голдсмитском воркшопе как и все спекулятивные реалисты каждый по-своему каждый по-своему он хочет избавиться от зацикленности на том что как человек получает доступ к знанию о мире и вернуться к философствованию о самом мире если последовательно придерживаться философии природы то необходимой становится спекуляция как единственное средство производства мысли а не оценки имеющегося у нас доступа иными словами вместо того чтобы начать с обычной современной оппозиции между мыслью и миром Грант хочет показать как мысль производится миром на первый взгляд это еще одна форма саентизма в конце концов когнитивная наука и нейрофилософия тоже пытались лишить мышление этого особого современного статуса и починить его научному дискурсу который объясняет его происхождение но это не случай Гранта как видно по его ответам на вопросы Тоскана и Брансье его не устраивает представление Тоскана о мысли как формальном паттерне не нуждающимся в субстрате в виде биологического индивида и он отвергает позицию Брансье что спекулятивная философия должна заниматься устранением надуманных сущностей и пересмотром метафизических понятий на основе эмпирических исследований концепция природы Гранта отличается от аналогичных концепций других философов в двух отношениях в отличие от большинства идеалистов он рассматривает природу как многоуровневую область а не как монолитное иное мысли по его словам мы должны признать что мышлению что-то предшествует и в этом предшествующем есть несколько подчиненных друг другу уровней это не что-то одно а сложная линейка событий типичные философы со склонностью к науке или натуралисты как часто называют согласились бы только с процитированным высказыванием но они быстро отступят от Гранта узнав о его следующем шаге гораздо более спекулятивным дело в том что даже если мы попытаемся установить каузальные связи между докогнитивными процессами природы их результатами на уровне мышления то обнаружим что по Гранту такая задача неисчерпаема в принципе и не только фактически она принципиально неисчерпаема потому что условия поддерживающие события которые производятся поддерживают и производство других событий в оптике Гранта природа является не основой которой все должно быть редуцировано а напротив основы из которой все производится между кварками и человеческими эмоциями лежит слишком много сложных уровней реальности чтобы отбрасывать нашу повседневную болтовню о настроениях как фолк психологию в интеллектуальной вселенной Гранта нет никакого прямолинейного способа редуцировать эффекты к их предельным физическим причинам поскольку на каждом каузальном уровне есть множество вещей которые могли бы реализоваться иначе хотя он и считает что все возникает из цепочки природного производства не существует никакого простого способа подняться по этой цепочке к исходным объяснительным причинам чтобы устранить более производные уровни например так называемую фолк психологию цитата самого Гранта я хочу показать что идеализм на самом деле не является тем чем мы его считаем я хочу чтобы мы увидели это и признали что это так потому что спекулятивные инструменты которыми обладает идеализм грандиозны вот Грант трактует идеализм не как учение о несуществовании мира за пределами сознания а как более широкую форму реализма идеализм придерживается реализма в отношении всех вещей реализма одинаково применимого и к природе и к идее продолжая свою мысль он ставит вопрос позволяет ли это как казалось на рубеже девятнадцатого века то есть во времена шеллинга выбраться из тисков кантианства думаю да причем благодаря тому что отказывает интериорности как в какой-либо роли соответственно идея внешняя по отношению к мысли которой она принадлежит мысль внешняя по отношению к мыслителю который ею обладает мыслитель внешний по отношению к природе которая произвела и мыслителя и мысль идею есть серия экстериорностей между мыслителем мыслью идеей разнородными стратами природы необходимыми чтобы произвести это событие необходимыми но следует подчеркнуть недостаточными ключевым техническим термином такого объяснения у гранта является замедление а природа это сила течение который каким-то образом замедляется и блокируется и это порождает то что мы мыслим в качестве отдельных вещей в число которое входит очевидно мы сами мы сами в данном случае впервые в книге этот термин появляется когда грант описывает две силы действующих в шеллинговской философии природы первая сила начало всякого движения вторая или отрицательная сила замедляет действие первой в то время как их необходимый союз затормаживает бесконечное становление до уровня порождения феноменальности другими словами если бы не вторая или замедляющая сила природа была бы не более чем растратой бесконечного становления в которой не было бы никаких самостей восприятия объектов или событий которые обычно наполняют космос базовой клеткой в которой обнаруживаются такие силы является мировая душа один из наиболее известных концептов неоплатонизма мировая душа первичная и вводящая разнообразие противопоставления в последовательности уровней природы называется так именно потому что она не будучи телом тем не менее является материей это темнейшие easy мы tung in теперь Грэм Хармон теперь Грэм Хармон на очереди Грэм Хармон пишет сам про себя прежде всего но не мы сначала рассмотрим обобщающие вступление о том о чем вообще Грэм Хармон да а потом конкретно уже кейсы самого Грэм Хармона о самом себе и в конце миусу Грэм Хармон. Объектно-ориентированная антология. В тексте почти везде пишется ООО. Глубина бытия объектов беспредельна. Человек может познать только какую-то часть реального объекта. На этом фоне традиционное противопоставление теории и практики незначимо. Реальные объекты не взаимодействуют друг с другом напрямую и целиком. Они изымают себя из отношений. Объект может взаимодействовать только некой обедненной совокупностью своих качеств с такой же обедненной совокупностью качеств другого объекта. Хармон называет это замещающей причинностью. Те аспекты объекта, которые находятся в взаимодействии, называются чувственным опытом. Объект. Чувственным объектом, прошу прощения. В том смысле, что это те аспекты, которые доступны познанию человеком. По Хармону это примерно синонимично Гуссельевскому интенсиальному объекту. Причинность существует только внутри ментальности, но имеется в виду не только ментальность человека, а точка зрения любого объекта, находящегося во взаимодействии с другими чувственным объектом. Хайдеггер вводит понятие изъятия. Когда мы относимся к молотку как к инструменту для забивания гвоздей, а не как к предмету вообще, то тем самым его бытие как наличественного объекта как бы прячется в этой инструментальности, оно изымается. Хармон чрезвычайно расширяет понятие изъятия, говоря, что всякий реальный объект изымает себя из отношений с другим объектом. Реальный объект, он же вещь в себе. Это отличие реального объекта от всех отношений, в которых он находится. В искусстве доступ к реальному объекту обеспечивается косвенным образом за счет аллюзии. А теперь сам Хармон о себе. Впервые термин объектно-ориентированная философия появляется в моих заметках, сделанных в 1997 году. Хотя предыстория самого подхода начинается в первых аспирантских попытках понять знаменитый хайдегеровский анализ инструментальности в 1991-1992 годах. Как упоминалось ранее, объектно-ориентированная онтология началась с интерпретации Хайдегера, которого я все еще считаю ведущим философом 20 века. В определенный момент, достаточно рано, в 1991-1992 году, я понял, что весь Хайдегер сводится к одной единственной фундаментальной оппозиции, которая повторяется, говорит ли он о бытии или об инструментах, и о человеческом дизайн, или о чем-то еще. Постоянное, монотонное движение между сокрытостью вещей и их видимой наличностью. Другими словами, и теория, и практика остаются на одной и той же стороне баррикад, на стороне поверхности вещей, которая не отражает глубину их реальности. По ту сторону от теории и практики находятся сами объекты. К настоящему моменту в интерпретации Хайдегера с позиции ООО уже появились два контринтуитивных тезиса. Согласно первому, теория и практика не являются великой философской оппозицией. Это два способа обращения с вещами. И они не могут исчерпать их, смотреть на дерево, разрабатывать о нем теории, или использовать его ради тени, или в столярных делах. Все это способы перевода дерева, которые никогда не разворачивают всю его реальность. Второй тезис гласит, что пара подручная-наличная не эквивалентна паре реляционная. Реальность, нереляционная реальность. Теперь у нас есть базовая модель космоса ООО. Он наполнен объектами, которые изымают себя из отношений друг с другом, будучи неспособными на прямой контакт. Здесь мы встречаемся с еще одним аспектом этой философии, который многим критикам принять сложно. Дело вот в чем. Разве не очевидно, что объекты все время воздействуют друг на друга? Разве наука не вычисляет эти взаимодействия с необычайной точностью, используя результаты, чтобы создавать крайне необходимые медицинские приборы и запускать летательные аппараты на окраину Солнечной системы? ООО, конечно, знает об этом. Тезис этой философии не в том, что объекты не вступают в контакт, а в том, что они не могут делать это непосредственно, то есть напрямую. То есть получается, в каком смысле, в каком смысле, мне в голову почему-то приходит Кант, конечно, со своими ноуменами. Просто у Хармона мы сами как будто бы ноуменами становимся по отношению к другим объектам. Во-первых, человеческим, а во-вторых, другим остальным объектам, которые не имеют человеческой природы, животным, предметам, каким-то еще другим объектам, которые мы можем выделить. В таком, вроде бы, ясном примере, как столкновение на столе двух бильярдных шаров, столкновение, очевидно, происходит, это не оспаривается. Но исходя из данной ВОО-интерпретации, хайдерерского анализа инструментальности, при столкновении эти шары на самом деле взаимодействуют только с самыми поверхностными качествами друг друга. То есть взаимодействуют качества. Условно, сами вещи в себе, если мы по Канту будем говорить, они не взаимодействуют в данном случае. Ноумены в качестве, в кантовском смысле, не взаимодействуют. Вот есть трость, у нее есть своя какая-то ноуменальная, допустим, природа. Есть моя рука. Они вроде бы прикоснулись. Но по Хармону они прикоснулись отдельными своими качествами. Ну вот, например, качество. У меня осязание. Я чувствую с помощью осязания этот объект. Объект мне сопротивляется с помощью некоторого своего качества, твердости. Но весь объект своей целокупности не вступает со мной в взаимодействие всеми своими качествами, получается. Это определенно имеет смысл. Это определенно имеет смысл. Это хорошее замечание. Когда красный шар ударяется в синий, он ударяется не сам синий шар, а только подвергнутый переводу синий шар, доступный весьма обедненному миру красного шара. Если эти обедненные качества синего шара, красный шар косвенно контактирует. Ну, обедненный в смысле вот у него. Я касаюсь, вот, острая часть трости, мой палец, кончик моего пальца, да. Во-первых, касается, я касаюсь не всей поверхности одновременно. Изнутри тоже не касаюсь, да. То есть, могу снаружи, может быть, объять всю поверхность трости, но изнутри все ее потрогать я не могу. Соответственно, это вот уже, да, обрезаем качество. Как бы касаюсь, могу трогать, чувствовать холод, но помимо холода какие-нибудь еще качества у предмета имеются. А предмет, соответственно, да, сталкивается с качествами моего пальца. Что самое главное, не только я как субъезуя, не то что субъект, субъект, мы оба объекта. Мы объекты, я объект, трость объект. Мы очень обедненно воспринимаем качество друг друга. Если вообще можно говорить о восприятии трости. Трость взаимодействует с малым количеством моих собственных качеств. А я взаимодействую с малым количеством качеств трости. Вот так вот. И поэтому они обедненные, потому что есть, так скажем, богатство. Вся сумма качеств этой трости и всякая, вся сумма моих качеств. Например, с тростью я не могу поговорить о философии. Она, наверное, вряд ли воспринят эту философскую идею. Я с тростью не могу поговорить о поэзии. Я не могу нарисовать трости на доске какую-то штуку, чтобы она эту штуку поняла, например, да. То есть я не могу трости почитать лекцию. Трость не понимает, трость не взаимодействует. Она чувствует звуковые колебания, так скажем. И сама, возможно, реагирует на звуковые колебания, но для нее эти звуковые колебания обеднены. Потому что она не понимает то сообщение, которое находится в этих звуковых колебаниях, так скажем. Опять же, да, то есть если бы трость могла получать обогащенную, так скажем, обогащенный контакт был бы, да, то она бы сразу имела представление о всех моих качествах, а я имел бы представление о всех качествах трости, получается. И мы как два объекта друг к другу бы проконтактировали. Через эти обедненные качества синего шара красный шар косвенно контактирует с самим синим шаром, который тоже выступает в отношении с собственными качествами, но по-другому. Это не прямая причинность или, как она называется, в ООО, а замещающая причинность. Может показаться, что это не более чем любопытная, но закрытая глава из истории философии раннего нового времени. Однако версия этого казионализма можно найти и в более современной выглядящей философии Уюма и Канта. Никто из них не утверждает, что причина связана с божественным вмешательством. Но они привязывают ее к другой привилегированной сущности, человеческому опыту. И в случае Уюма, то, что мы называем причиной и следствиями, это просто наш опыт привычного соединения еды, попадающей в наши рты, и утоления голода или сближения ладоней с огнем и ощущения сильного жара. В случае Канта причинность даже более явно превращена из элемента мира в несознание, в категорию человеческого познания. Как я говорил в Голдсмите, оказионалисты считают, никто не может создать отношения между вещами. О! Бог может это делать. По Юму и Канту делает мое сознание. Оно создает объекты, пучки посредством привычных соединений и создает связи. Однако кажется совершенно произвольным выбирать некую магическую сверхсущность, будь то Бог или человеческое создание, способное утворить причины связи. Когда никакой другой объект на это не способен. Это подталкивает ООО к поиску другого решения. Как ни странно, решение это нашлось в феноменологии Гусарля, учителя Хайдегера. Хотя у него все еще есть немало доброжелателей, утверждающих, что он уже знал то, что говорит нам. Хайдегер о самоизъятии вещей из непосредственного присутствия. Это утверждение несостоятельно. С точки зрения Гусарля, абсурдно предполагать, что может существовать что-то в принципе, что не является объектом некоторого сознания. Другими словами, кантовская вещь в себе противоречивое понятие. Напомню, что объект, о котором говорит здесь Гусарль, все еще присущ реальному объекту, который ломается или удивляет нас в анализе инструментальности Хайдегера. Если Хайдегер ведет нас к реальным объектам, то Гусарль говорил о потенциальных объектах, на которые направлено сознание. Но учитывая неуклюжесть, слово интенциональный и частные путаницы, связанные с ним в современной философии, ООО предпочитает называть их чувственными объектами. Таким образом, есть двойственная реальность и чувственных объектов, и ей соответствует двойственность реальных и чувственных качеств. А поскольку не существует ни объектов без качеств, ни качеств без объектов, мир оказывается описываемым в терминах четырех возможных пар объекта качества. В моей книге «Четвероякий объект» эти термины объясняются как исток времени, пространства и того, что в ООО называется сущностью и Эйдесом. Гусарль сделал еще одно фантастическое открытие, которое никогда по-настоящему не обсуждается. Что один объект, а именно сознание, содержит в себе другие. В некотором странном, но реальном смысле интенциональности две. Но одновременно интенциональность одна. В первом смысле я реальный объект, опираюсь на стол как чувственный объект, или наоборот, стол как реальный объект реагирует на давление, оказываемое мной как чувственным объектом. Не все отношения взаимные, но это взаимно. Однако в то же время интенциональная связь между мной и столом количественно единична. Почему? Поскольку я могу говорить об этом отношении, я могу задним числом и поразмышлять о нем. Другие люди могут проанализировать его для меня, и ни одно из этих исследований никогда не исчерпает отношения, чего уже достаточно, чтобы говорить о нем как об объекте. Заметьте, что это новый составной объект реальный, а не чувственный. Поэтому он есть независимо от того, уделяет ему кто-нибудь внимание или нет. Это значит, что реальный объект и чувственный объект могут встретиться только внутри третьего объекта. Причинность случается только в момент, в ментальной области, если ментальная, берется в смысле чувственных объектов вообще, а не только в смысле того, что относится к животному мозгу. Продолжу цитату в Голлсмитцевском докладе. Знаю, что это звучит странно. Но далее я обобщаю это и утверждаю, что причины отношения всегда случаются внутри чего-то третьего. Это верно не только для человеческого сознания и феноменологии. Отношения есть вмещение. У вывода ООО о том, что объекты изымают себя из прямого контакта друг с другом, есть одно особенно серьезное следствие. Ничто не способно оказывать воздействие на что бы то ни было. На первый взгляд это не так, ведь объекты постоянно взаимодействуют друг с другом. Хотя и не так глубоко, как предполагают холистически настроенные философы. Тезис ООО не в том, что причинных отношений не бывает, а в том, что такие отношения труднее и парадоксальнее, чем обычно считается. В конце концов, как один объект может взаимодействовать на другой, если они всегда изымают себя друг у друга. Первая надежда на решение этой проблемы связана с тем, что ООО различает реальное и чувственное. Если мы спросим себя, как два чувственных объекта могут установить контакт между собой, ответ очевиден. Они контактируют косвенно через какой-то реальный объект, к примеру, сознание, в опыте которого присутствуют одновременно оба. В пространственном ключе, в случае собака, которую видно слева от меня, и стул, видимый справа от меня, не имели бы вообще ничего общего в качестве чувственных объектов. Это просто корреляты моего переживания этих объектов, в отличие от реальной собаки и реального стула, который независимо от моего опыта. И подобно тому, как два чувственных объекта контактируют только через реальный объект, два реальных объекта контактируют только через чувственный. Собака в себе остается непрерывно изъятой из отношений со мной и со всем остальным. Тем не менее, я переживаю чувственную собаку. Так я косвенно контактирую с реальной собакой. Также важно заметить, что Харман указывает просто колоссальную роль эстетики, в общем-то. И мы тоже сейчас обсудим. Ввиду склонности ООО средотачивать внимание на изъятие реальных объектов, ее иногда обвиняли в уподоблении негативной теологии, которая сообщает, чем объекты не являются, а не что они такое. Это обвинение обнаруживает нехватку философского воображения и ориентации в истории дисциплины. В нем предполагается, что на одной стороне есть знание, а на другой ничего, кроме туманных указаний на непознаваемое. Но на деле между этими крайностями обширное срединное пространство всегда использовалось в человеческом познании. Существует множество способов получить непрямой доступ к реальному посредством аллюзии. Было бы, если бы это было не так, то искусство было бы бессмысленным. Ведь одно очевидно и не дает нам прямого знания о реальном. Более того, бессмысленной была бы и философия в исходном сократовском смысле. Ни в одном платоновском диалоге нет ни единого пассажа, в котором Сократ давал бы нам успешное определение справедливости, добродетели, любви или чего-то еще. Не существует и произведения искусства, в котором могло бы быть переведено в буквальном объяснении того, что это произведение на самом деле означает. Вернее, возможны случаи, когда такое проделывается, но это лишь покажет, что рассматриваемое произведение не более чем пропаганда какой-то идеи, которую с тем же успехом можно было высказать открытым текстом, а не редить в одежды искусства. Ох, Квентин Миссу. Ну, один из самых известных спекулятивных реалистов Миссу, да, соответственно. И он был оставлен на конец. И мной, и Харманом. И мной, и Харманом. И тут как бы, да, самое вкусное под конец. При этом я, наверное, все же осмелюсь высказать свою позицию по Харману. Но Харман довольно интересный мыслитель. Вот как бы, вот как бы не отнять. Вот как бы не отнять его объектно-ориентированная антология. Это хороший проект, заслуживающий внимания. Это именно что проект? Например, у Хайдегера. Несмотря на то, что Хайдегер высказывал много разных интересных, хороших, важных, классных идей. Хайдегер не создавал какой-то четкий, понятный, стройный, строгий, систематичный проект, который можно было бы нормально разобрать. Поэтому Хайдегерам очень удобно вдохновляться. Но очень сложно понимать, так скажем, да. С Харманом это не так. Харман довольно систематичный человек. Он довольно понятно многие вещи пишет, описывает. У него как раз хорошие, понятные примеры, в отличие от многих других философов. То есть Харману много плюсов, я, честно говоря, даю. Среди прочих спекулятивных реалистов. Ну и вообще, в принципе, да, ознакомление с спекулятивным реализмом я советую начинать именно с текстов Хармана. Особенно вот проведение. Текст хороший достаточно. Да, там внутри находится критика. И, наверное, не совсем честно начинать с Хармана в том плане, что вам придется и критику прочитывать параллельно. Ну, типа, есть свои минусы, так скажем. Ну и критику Хармана в адрес своих оппонентов тоже неплохо бы учитывать. Тоже, да, как бы. То есть, ну, для начала надо поставить себе правильно цель. Вот я хочу прочитать данную книгу, чтобы разобраться в спекулятивном реализме. А уже потом, при перечитывании, я хочу прочитать эту книгу для того, чтобы разобраться в том, как Харман критикует своих оппонентов. Да, это два разных формата прочтения будет. Квентин Миссо. Наиболее известный представитель спекулятивного реализма, который ввел философию понятия корреляционизма. Главного противника спекулятивного реализма. Миссо. Миссо настаивает, что на уровне аргументации корреляционизм обладает огромной мощью, в основе которой лежит так называемый корреляционистический, корреляционистский, точнее, круг. Если мы говорим о чем-то находящемся вне мышления, то тем самым оно уже находится в мышлении. Размышляя о путях преодоления корреляционизма, Миссо придает большое значение фактору времени. Существует доказательство того, что мир существовал до появления сознания, так называемое архиископаемое. Также, будучи учеником Бадью, Миссо придает большое значение математике как способу доступа к реальности. Миссо различает слабый и сильный корреляционизм. Слабый – это теория Канта, то есть признание того, что хотя вещь себе нельзя познать, но ее хотя бы можно мыслить. Сильный корреляционизм отрицает возможность даже этого, однако Миссо различает сильный корреляционизм и абсолютный идеализм. Идеалист на основании немыслимости трансцендентальной реальности говорит, что она существует. В то время как представитель сильного корреляционизма ограничивается только утверждением ее немыслимости. Возможно, то, что для нас немыслимо и бессмысленно все-таки может существовать. Харман отрицает это различие, настаивая, что выбор идет только между идеализмом и слабым корреляционизмом. По Миссо истинной реальностью является сама корреляция наблюдателей мира. Но поскольку она не необходима, а лишь фактично, то истинной реальностью является контингентность, из которой следует лежащая в основе всего возможность быть другим. Именно эта мысль легла в основу последней книги Миссо «Божественное несуществование», главная идея которой – последствия превосходят причины. Новое возникает, по сути, из ничего. Происхождение жизни и происхождение мысли нельзя объяснить материальными причинами. Бога еще нет, но он может появиться. В начале лекции Миссо обсуждает свой самый знаменитый концепт «корреляционизм», в котором Броссия, Грант и я, то есть Грэм Харман, признали термин, обозначающий и нашего собственного теоретического противника. По-видимому, Миссо придумал термин в 2002 году или 2003, всего за несколько лет до публикации, после конечности. В связи с попыткой не позволить разнообразным антиреалистическим философиям избежать обвинения в идеализме. Однако из таких философий неизбежно следует, что мысль и мир существуют только как скоррелированные или спаренные друг с другом. Так что невозможно говорить о них независимо друг от друга. Согласно Миссо, даже несмотря на то, что эти позиции притязают не быть субъективным идеализмом, они не могут отрицать, не впадая в самоопровержение, что разрабатываемая ими экстериорность, по сути, реляционна. Она соотносится с сознанием, языком, дозейн и так далее. Нет такого объекта бытия, события или закона, который бы не был всегда уже коррелативен. Точки зрения субъективному доступу. Таков тезис любого корреляционизма. Его стратегия состоит в получении доступа к абсолютному через корреляционистический аргумент. Что на самом деле делает философ, когда притязает на обладание доступом к реальности, независимой от я? По фикте он полагает икс, якобы независимый от всякого полагания. Другими словами, он полагает икс как неположенный. Он притязает мыслить то, что независимо от любой концептуализации. И внешне по отношению к ней. Но делая это, он не говорит, что делает на самом деле. До этого момента Мейсу доброжелательный попутчик немецких идеалистов в их отношении к Анту. Он бросит их чуть позднее. Во многом, подобно присту, Мейсу в итоге обнаружит у фикте двойное послание. А философия должна полагать вторичность мышления по отношению к независимой реальности. Так как в противном случае невозможно было бы объяснить пассивность ощущения. Но в то же время, она не может полагать такую реальность, не впадая в противоречие. Этим двойным посланием в конечном счете и является для современной философии реализм. Мы вынуждены. Мы нуждаемся в этом. Но не можем утверждать это, потому что мы утверждением и отрицаем это одновременно. Одновременно. Очевидно, что по мнению Мейсу, корреляционистский круг является разрушительным возражением против любого реализма, который не способен им провернуть его напрямую. Поэтому, как мы увидим, в следующем разделе он прилагает все свои недюжинные спекулятивные способности к поиску умного способа одновременно принять корреляционистский круг и показать, что при последовательном применении он неожиданно приводит к новой форме Абсолюта. То есть перерасти. После конечности. Корреляционизм приводит нас к конечности нашего познания. И вот есть текст «После конечности». Приводит нас именно к новой форме Абсолюта. Чувствуем, чувствуем, понимаем, чувствуем, понимаем, о чем здесь речь идет. Есть две формы Абсолюта. Реалистический, то есть немыслящая реальность, независимая от нашего доступа к ней. И идеалистическая. То есть абсолютизация самой корреляции. Мейсу совсем не стремится к идеалистическому Абсолюту. Это, по сути, превратило бы его в Гегеля философии, которого корреляция мысли-мир – это неконечное. Как должно быть по Канту, а бесконечное отношение, в котором два противоположных полюса снимаются в более высоком единстве понятий. Вместо этого Мейсу хотел бы достичь реалистического Абсолюта, называемого им здесь немыслящей реальностью, независимой от нашего доступа. Мейсу хочет возродить картезианскую теорию первичных качеств. Пусть даже он расходится во мнении с Декартом по поводу того, какие качества считать первичными. По его словам, чтобы восстановить картезианский тезис в современных терминах, мы должны таким образом удерживать следующее. Все те аспекты объекта, которые могут быть сформулированы в математических выражениях, могут содержательно мыслиться как свойства объекта в себе. В чем тогда различие между действительным формированием Земли и математикой, которая точно описывает первичные качества этого процесса? По Декарту разница в том, что действительное формирование происходит в res externa, в мертвой физической материи, а его математическое описание разворачивается в res cogitans, мыслящей субстанции, известной как человеческая мысль. Несмотря на то, что Мейсу представляет себя как математически ориентированного реалиста, к тому, что обычно называется наивным реализмом, он не испытывает ничего, кроме презрения. Как мы уже видели, обсуждая его Голдсмиттскую лекцию, Мейсу считает, что аргумент против первичных качеств так силен, что для его преодоления требуется определенное интеллектуальное мастерство. Нельзя помыслить вещь вне мысли, не превратив тотчас же эту вещь в мысль. Аргумент заимствуемый Мейсу у великих немецких идеалистов. Мы не можем представить себе, в себе, без того, чтобы оно не стало для нас. Или по шутливому выражению Гегеля, мы не можем зайти сзади, чтобы застигнуть врасплох объект и узнать, каков он в себе. Шутливо. Ах, Гегель, шутник. Как он говорит, впервые вводя этот термин, центральным понятием современной философии после Канта стало понятие корреляции. Под корреляцией мы понимаем идею, согласно которой мы можем иметь доступ только к корреляции между мышлением и бытием. Но никогда, но никогда, к чему-то одному из них в отдельности. Мы будем называть корреляционизмом любое направление мысли, которое утверждает непреодолимый характер корреляции, понятый таким образом. Первый шаг в этом направлении Мейсу делает, когда вводит термины доисторическое и архиископаемое. Он предлагает нам посмотреть на простую научную хронику. 13,5 миллиардов лет назад возникновение Вселенной, 4,5 миллиардов лет назад образование Земли, 3,5 миллиардов лет назад возникновение первой жизни на Земле, 2 миллиона лет назад физическое появление существенно поминающих современного человека. По меньшей мере, три первые даты отсылают нас ко времени, предшествующему любому сознанию. Поэтому Мейсу называет его доисторическим. С ним связаны архиископаемые, то есть материалы, которые указывают на существование древней реальности или событий, предшествовавших жизни на Земле. Итак, это доисторическое ископаемое, что делают они с позиции корреляциониста. В этом пункте Мейсу часто прочитывают неверно, будто бы он утверждает, что наука каким-то образом доказывает ошибочность корреляции. Это попросту не так. Мейсу слишком уважает корреляционистский аргумент, чтобы это было правдой. В конце концов, корреляционист всегда может превратить эти дочеловеческие даты в дочеловеческие даты для нас, чтобы включить буквальные утверждения науки в более широкую корреляционистическую антологию. Если взять высказывание формы, событие Y произошло за 10 лет до возникновения человека, то корреляционист просто добавит к нему оговорку для нас. К примеру, можно сказать, что большой взрыв произошел 13,5 миллиардов лет до появления человечества для человечества. Вторую главу Мейсу начинает с повтора формулы, что мыслить доисторическое равносильно тому, чтобы помыслить мир без мышления, мир без данности мира. Это важно, потому что это один из нескольких случаев, в которых Мейсу, как кажется, одержим хаотическими потенциями времени и в то же время предполагает, что одновременные события во всех частях Вселенной и во всех отношениях, часть целая, должны автоматически подчиняться одним и тем же железобетонным законам природы. Его, на первый взгляд, ужасающий гиперхаос относится только к будущим моментам, но не к тому, что происходит прямо сейчас. По Мейсу это время, способное как упразднить, так и породить любую вещь. Его можно описать как гиперхаос, но это не приходящая на ум текучесть Гераклита или Бергсона. Потому что и уничтожение, и постоянное сохранение определенного сущего оба должны иметь возможность произойти без всякого основания. Эта контингентность такова, что может произойти все, что угодно, даже то, что ничего не произойдет и все останется как есть. Поскольку Мейсу уверяет, что теперь корреляционистический круг успешно пройден, мы оказываемся лицом к лицу с новым Абсолютом. Хотя он едва ли обнадеживает. Мы увидим, там довольно угрожающую силу, нечто глухое, способное разрушать вещи и миры, способное порождать монстров аллогизма, способное также никогда не переходить к действию. Способное воплотиться в любые фантазии и любые кошмары, способное на необузданные и беспорядочные изменения или наоборот способное привести к безжизненной до самых своих глубин универсум. Подобно туче, которая может принести бурную грозу, а за ней период ясности, который потом оказывается в затищем перебуре. Именно этот хаос Мейсу считает основным абсолютом своей философии, по сравнению с которой математика лишь производный абсолют. Прекрасно на самом деле, да, то есть опять же, Грэм Хармон и Мейсу не зря самые популярные из этого течения, потому что оба они довольно интересные. Грэм Хармон мне нравится все же, наверное, больше. Грэм Хармон мне нравится больше все же, да, опять же, и интуитивно, и концептуально, как-то у него, кажется, все более проработано и более понятно написано. Но Мейсу отказать в продуктивности тоже не представляется возможным. Интересный автор все-таки. Интересный автор, позитивно отношусь к, по крайней мере, двум из спекулятивных реалистов. Вывод по течениям довольно простой. Спекулятивный реализм не является философской школой. Очевидно. Как и постмодернизм, например, не является единой целостной философской школой. Спекулятивные реалисты отличаются друг от друга довольно значительно. И разделяют очень малое количество общих тезисов. Для них, прежде всего, свойственно разделять, в основном, такой вот критический посыл. Да, то есть критический посыл для них одинаков. Они выступают против, соответственно, корреляционизма. Вот. Это прямо база. Это прямо база. Они выступают против корреляционизма. Остальные подходы у них довольно различны. У них довольно различны. В финале, в выводе своем, Грэм Хармон, он как раз обсуждает отношение Жижика к спекулятивному реализму. И на основании этого самого обзора Грэм Хармон показывает, как непосредственно учение, как Жижик неправильно трактует спекулятивных, собственно, этих самых реалистов и показывает на их, собственно, различия. Потому что, на самом деле, да, они отличаются довольно сильно, но при этом всех четырех можно группировать друг с другом по некоторым признакам, что тоже интересно. То есть, они не просто все абсолютно различны. То есть, одни ближе к другим, одни дальше от других. Кто-то там более саентичен, кто-то менее саентичен. У кого-то одно отношение к решению проблемы корреляционизма, у кого-то другое. Их можно группировать поближе друг к другу периодически некоторых. То есть, в этом смысле мы оказываемся вот такой вот непонятной вещью, которая даже на самом деле зря обозначается таким термином, как спекулятивный реализм, возможно. То есть, в принципе, да, многие из них, они используют термин реализм, что тоже как бы, да, и термин спекуляция. Хотя, непонятно, у них нет единого понимания ни реализма, ни спекуляции, если что, да. То есть, опять же, такое впечатление, что было бы куда более понятно, приятно и хорошо разделить всех спекулятивных реалистов, выдать им по своей собственной школе и просто указать на то, что вот у этих разных школ философских, которые по-разному называются, ну, например, как вот объектно-ориентированная антология Хармона, вот отдельное название, да, можно, да, это... Ну и все, как бы, сосредоточиться на этих отдельных названиях и не указывать на то, что они каким-то общим спекулятивным реализмом обладают. Хотя они и сами себя наделили вот этой, собственно, медалькой спекулятивного реализма. Что, кстати, знаете, в каком-то смысле такая большая привилегия в философии, потому что многие философы, они не имели возможности сами наделить себя ярлыком, которых будут их группировать, называть те же самые постмодернисты. Просто так сложилось, что были найдены у некоторых мыслителей какие-то общие вещи. Некоторые авторы обобщили всех постмодернистов как бы вот таким определенным способом. Ну и вот получился постмодернизм и философский тоже. Вот. Важно заметить, что у всех этих направлений, которые мы перечислили, очень много разногласий. Очень много разногласий. Они очень плохо друг с другом сходятся, они друг к другу относятся в основном критически, очень много несопоставлений. Едино они в критическом вот этом таком аспекте, который сам по себе является, на мой взгляд, большим, серьезным, хорошим открытием. Ну как открытием? Трудно сказать, что никто до этого ничего подобного не критиковал, не говорил, но именно эти авторы начали критиковать корреляционизм систематически. И преодолевать Канта систематически, что тоже очень важно. Опять же, Ницше тоже преодолевал Канта. Ницше тоже преодолевал Канта, будем честны. То есть преодоление Канта, конечно, свойственно не только им, но они начали это делать все вместе, вчетвером, сформулировали аргументы, в общем-то показали, как можно развернуть системы вне кантовского понимания. Кто-то через Шеллинга, кто-то через такой вот псевдонатурализм, кто-то через такую математику, которая в итоге вылилась в гиперхаос, кто-то через объектно ориентированную онтологию. В общем-то, так или иначе, каждый по-своему попытался преодолеть Канта и попытался преодолеть корреляционизм. В общем, авторы действительно интересные, заслуживающие внимания. А вот, что еще можешь здесь сказать, что еще можешь здесь сказать? В каком смысле, я даже рад, что мне заказали данную лекцию, что я смог еще раз дополнительно ознакомиться с контентом уже более систематически, потому что я читал после конечности. Ну, теперь все, если вы хотите, если лекционный материал только что закончился, теперь я немножко о своем поговорю. Когда я читал после конечности, и вообще Число Сирены, и в принципе, вообще МИСУ я читал, и я когда его читал, ну, он пишет не очень понятно. Да, МИСУ разъясняется не очень понятно. Грэм Хармон, ему большое-большое спасибо, потому что он изложил позицию МИСУ максимально понятно и открыто и хорошо. Я очень рад, что у меня получилось ознакомиться с позицией МИСУ через Грэма Хармона. Грэм Хармон и свою позицию неплохо выражает в данной книге. Вообще чужие позиции он выражает довольно хорошо и понятно. Вот, чем могут похвастаться далеко не все спекулятивные реалисты, если что. То есть, тут как бы вот так вот. И Грэм Хармон, что самое главное, успешно и хорошо подчеркивает выгодные моменты в учениях, подходах своих, собственно, с одной стороны соратников, а с другой стороны оппонентов, потому что они соратники и оппоненты одновременно. Да, они не то, чтобы тотально друг другу оппонируют, и одновременно с этим они не то, чтобы тотально друг другом согласны. То есть, у них противоречий очень много между друг другом. В общем, вот, с одной стороны как-то так, да. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, мне не нравится в современной континентальной философии засилие всей этой темной философии, да, вот, всякими вот этими вот лавкрафтянскими вот этими вещами, которые, ну, коррелируют, явно коррелируют, соответственно, со спекулятивным реализмом. Опять же, потому что некоторые авторы лавкрафтом увлекались, из них прям очень нравилось. И, возможно, лавкрафт там действительно в каком-то смысле в тему, то есть, в каком-то смысле, в каком-то смысле круто, что это течение зафорсилось, потому что это один из тех примеров, когда вот какие-то более-менее продуктивные подходы внутри философии действительно нравятся людям, люди их распространяют и так далее. Но такое впечатление, что внутри континентальной философии вот все это направление стало своеобразным идолом, своеобразным идолом, который теперь тоже стоит, что ли, преодолеть, так скажем, да, чтобы дать место для других мыслителей, для других способных авторов, для других подходов, потому что такое впечатление, что этого спекулятивного реализма в континентальной философии и всех, как бы, вещей образованных из него довольно много стало, стало довольно много. Ну, такое встречается со многими хорошими, уникальными, интересными авторами, которым так или иначе получилось прославиться внутри философии. То есть, это то же самое и с Гегелем, то же самое с Марксом, то же самое с Ницше, то же самое много с кем, да. Так или иначе, многие философские персонали, когда они переходят в академический дискурс, они по магическому такому гуманитарному закону, как и великие классики, великие писатели и так далее, становятся иконами. И, как говорится, у меня в основном претензии не к самим спекулятивным реалистам, сколько к их фанатам, сколько к их поклонникам. На этом, я думаю, следует закончить. Большое спасибо Егору Меркелеву или Егону Менкину, или как мы там это называли, уже я уже забыл, за заказ. Это был очень хороший прецедент, который мне позволил дополнительно добавить некоторую информацию о современной философии какую-то. Да, несмотря на то, что мое мнение о современной философии в основном не изменилось. Ну, сильно не изменилось. Да, я все равно как бы благодарен, потому что это был довольно интересный опыт. Что еще можно сказать? Всем, кто слушал, большое спасибо. Впереди еще две лекции. Первая по экзистенциализму, вторая по прагматизму. Тяжело. Это будет тяжело, да. Ладно, спекулятивный реализм. Это еще охватить можно. Изи. А там два часа. Там два часа, не полтора. И это уже такие большие философские сегменты. Ну, ладно. Дамы и господа. Спасибо за то, что меня прослушали. Приходите на лекции. Приходите на лекции, безусловно. Безусловно, приходите на лекции. Приходите на стримы. Задавайте вопросы. Донайте на вопросы. Донайте на видео. Я всегда, соответственно, рад ответить. Особенно за донат. Можно и не за донат, если денег нет. То есть, я отвечаю периодически людям. Так что, друзья, всего вам доброго. Всего вам хорошего. Желаю вам всего самого-самого-самого замечательного. Я продолжаю активно действовать в интернете, и я, безусловно, жду вас. И очень хотелось бы, чтобы вы со мной тоже проводили время. Все. Всего вам доброго. Удачи, дамы и господа. Продолжение следует.